Ассистент по актёрам не мог дозвониться в гостиницу до Олега Даля с раннего утра. Тот уже давно должен был быть на кинопробах. Даль лежал в своём номере на полу в джинсах и куртке. Его одежда была испачкана серобурыми подтёками. На губах пена. Он еле дышал. Это была предсмертная агония. Как будто он шёл к этому. Вот к такой... к такому финалу. Олег Даль хотел быть идеальным актёром, но достичь идеала был не в силах. Неудовлетворённая мания совершенства заставляла его мучить коллег, режиссёров и своих возлюбленных. Алкоголь превращал Даля в настоящего зверя. Он страдал не потому, что он пил, а пил, потому что страдал. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. Их сумасшедшие страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. 25 июля 1980 года умер Владимир Высоцкий. Олег Даль был просто раздавлен этой чудовищной новостью. На похоронах с ним случилась настоящая истерика. Актёр то плакал, то смеялся. И вдруг с абсолютно серьёзным лицом сказал. Следующим буду я. У меня есть одна вот фотография. Где мы, я и Олег Даль. Вот если я смотрю на эту фотографию, через год, если так вот идти по направлению руки, то как раз попадаешь на то место, где похоронен Олег Даль. С Высоцким они дружили. Даль считал его гениальным актёром и поэтом. Называл старшим братом. Хотя они не так часто встречались и смогли поработать всего в одном фильме. Плохой хороший человек. Владимир Высоцкий со своей стороны относился к Далю очень тепло. Не просто по-дружески, а даже с нежностью. Их многое роднило. То, что они оба владели гитарами. А потом оба театра, и Таганка, и Современник в те времена, они начинались примерно одновременно. Но актёров сближало и другое. И Высоцкий, и Даль, чего скрывать, были проблемными артистами. Я ненавижу вас. Ненавижу! Оба могли выпить от души. Из-за этого не раз срывали съёмки и спектакли. Я готов извиниться. Дуэль есть дуэль. Но был период, когда Даль решил завязать. Как раз на пару с Высоцким. В середине 70-х Марина Влади привезла из Франции ампулы. Так называемая торпеда. И оба актёра зашились. Следующие два года стали периодом творческого подъёма Олега Даля. Он снялся в таких прекрасных фильмах, как «Звезда пленительного счастья». Вариант Омега «Не может быть». Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. А потом Даль сорвался. Во время постановки «На дне» он оступился и упал, скорчившись от боли. Колено моментально распухло. Но, несмотря на жуткую боль, Даль доиграл спектакль. Утром выяснилось, что у актёра повреждён коленный сустав. Нужна операция. Ради спектакля Даль готов был её отложить. Но вечером узнал, что ему уже нашли замену. В следующем спектакле на роль Даля был заявлен Константин Райкин. Удар по самолюбию Даля был жестокий. В тот же вечер он сильно напился. Вы знаете, меня поразило сразу в нём то, что он, в принципе, никого не подпускал к себе. То есть он не шёл сразу на общение. У него была какая-то такая внутренняя жизнь, которую он не посвящал никого. Если он переживал, то он никому, ни с кем не делился, о чём он переживал, почему он переживал. Я никогда не видел его, чтобы он был какой-то очень радостный. Вновь начались прогулы, срывы съёмок и ежедневное самобичевание. Меня не ценят, не понимают. Эти комплексы преследовали Олега Даля практически с самого его прихода в театр «Современник». 22-летний актёр шёл туда за славой. Он мечтал стать звездой. Сейчас я себя покажу. Все ахнут. Но в театре уже была своя звезда. Недосягаемая и безоговорочная. Олег Ефремов. Он всегда хотел быть лидером и первым. Он всегда хотел быть первооткрывателем. Он всегда хотел парить ввысь лучше всех. Ефремов был в «Современнике» царём и богом. И главным актёром. Весь репертуар был подогнан под него и его любимчиков. Евгения Евстигнеева, Галина Волчек, Олега Табакова. А Даль получал только объедки с театрального стола. Его здесь называли «Олег маленький», а Ефремова «Олег большой». Просто так это знаешь, что это подозрительное. Ну я не в том смысле. Ну а в каком-то? Ты чё с словами придираешься? Даля просто передёргивала от этого. Он сидел без ролей практически всю свою жизнь в «Современнике». Он сидел без ролей. У него он был или вторым составом, или вводами. Он считал и не без основания. Не без основания. Он считал, что ему есть что сказать. А сказать ему не давали. Это безумно мучило Даля. С его-то манией совершенства. Почему не видят его гениальности? Почему не дают раскрыться? Даль постоянно вступал с Ефремовым в перепалки. Но тот всегда ставил молодого выскочку на место. Олег Ефремов наблюдал за репетицией из зрительного зала. Даль яростно проговорил свой монолог и повернулся к худруку в надежде на похвалу. Слабо, Олег, слабо, проговорил Ефремов. Даль тут же вспылил. Ну, покажи, как сделать лучше. Ефремов медленно поднялся на сцену и заговорил. Кто чем недоволен, пожалуйста, пускай выходит и говорит обо всем, что его волнует. Может быть, у кого-то сложности психологического характера. После его монолога вся труппа зааплодировала. Соперничество с Ефремовым перенеслось и в личную жизнь. Олег Даль влюбился в Нину Дорошину. Ей 29. Ему 22. Но разница в возрасте актера не смущала. Смущало другое. В труппе все знали о том, что Дорошина – женщина Ефремова. Она любила его до обмороков. А тот то бросал ее ради другой женщины, то вновь возвращался. Посиди у дяди на ручках. Вот так вот так. Почему через переднюю? Пенсионер. На съемках фильма «Первый троллейбус» Даль сделал Дорошиной предложение. Она тогда была в раздрае. Ефремов обещал приехать, но так и не появился, закрутив очередной роман. Она была всегда предана только одному человеку – Олегу Ефремову. Она его безумно любила. А тот мог себе позволить какие-то отношения и с той, и с другой. С расстройства актриса пошла ночью плавать в море и чуть не утонула. Именно влюбленный Даль спас ее, вытащил на берег. Тут они, как говорится, и согрешили. На следующий день Олег сделал Нине предложение. И она неожиданно согласилась. Кирюшин, на какой день назначена свадьба? Вот и я спрашиваю, на какой. То есть Нина Дорошина потом мне лично говорила, что да, мы с ней тоже общались много, никогда не выбивайте клин клином. Я ступила одной ногой в эту историю, и дальше уже пошло одно за другое. То есть она уже чувствовала себя обязанной. Актриса Вера Васильева тоже решила выбить клин клином. Она была безумно влюблена в режиссера Бориса Равенских. Вере было 24, ему 35, когда начался их роман. Она всю жизнь называла его Борис Иванович, а он ее Верка. И я ее спросила, а вот в личной жизни, когда вы общались, вы как тоже называли Равенских Бориса Ивановича, а он вас Верка, представить Наташеньку, да. Их связь длилась 6 лет. Но Равенских не собирался звать Васильеву под венец. Более того, позволял себе, ничуть не стесняясь, крутить романы с другими женщинами. Вера страшно переживала. А утешал ее всегда актер Владимир Ушаков. Он давно был в нее влюблен. И Васильева это знала. Голубушка моя, ласточка моя. Верочка, я тебя очень люблю. А ты мчишься к своей гибели. Потому что Борис Иванович не тот человек, который может так бережно отнестись к своей жене. Так он мне всегда говорил. В итоге Васильева устала от любовных мучений и согласилась выйти замуж за Ушакова. Это не порядок. Горько на свадьбах кричат. А здесь сговор. Возможно, этим Васильева хотела заставить ревновать Бориса Равенских. Но он воспринял ее свадьбу спокойно. И не кинулся возвращать свою возлюбленную. Васильева и Ушаков в итоге прожили вместе много лет. До самой смерти актера. А вот у Даля и Дорошиной не стерпелось и не слюбилась. Их брак стал для Даля самой большой травмой и обидой в жизни. Олег Даль всю жизнь стремился к совершенству. Актер хотел стать лучше всех. Талантливее, выше. Но так не получалось. Его не брали на те роли, что он хотел. А куда брали, не позволяли играть, как он хотел. Даль сомневался в себе. И глушил сомнения алкоголем. Актер мог даже выйти на сцену в неадекватном состоянии. Его коллеги вспоминают, что он творил в спектакле «Куст черешни» на гастролях. Что было, то слыма, что было, то слыма, что было, то слыма, да уж не вернёт. Он мизансцены забывал, слова забывал, вообще всё так играл, непонятно как. В конце концов дошло до того, что он там достаёт сигареты из кармана, значит, и долго ищет зажигалку, ничего не находит. Он просто идёт к аванс-сцене, спускает ноги в зал, садится на сцену. И к переднему, значит, зритель, который сидит в первом ряду, он обращается как он к мужику и говорит, у вас нету спичек или зажигалки. Алкоголем Олег Даль пытался заглушить свой комплекс неполноценности. Окончательно комплекс неполноценности сформировал в нём Олег Ефремов. Я сам провёл его через всё поле. По сути, он исковеркал всю жизнь актёру. Ефремов держал его на задворках в своём театре. А когда Даль женился на Нине Дорошиной, бывшей любовнице Ефремова, он без приглашения заявился на их свадьбу. Это, в общем-то, был его такой спортивный интерес. Он, предварительно употребив алкоголь, скажем так, появился эффектно в рассчитанное время, когда уже все гуляли, что все уже поздравляли. И всё это сделал намеренно, с умыслом. Свадьба Дорошина и Даля была в самом разгаре. Когда неожиданно в квартиру вошёл Олег Ефремов. Ну что ж, поздравляю. Он был сильно навеселе. Голос Ефремова прозвучал в полной тишине. А любишь ты, лапуля, ты всё равно меня. После этого скандала пьяного Ефремова вывели из квартиры. Нина была неопознанный совершенно летающий объект, так мною неопознанный. Сбежав со свадьбы с Дорошиной, Даль впервые ушёл в длительный запой. Он длился две недели, и актёру полегчало. С тех пор Даль втянулся. Алкоголь стал для него спасением от всех его мучительных мыслей, от сомнений в себе, от любовных страданий. Олег, конечно, сам себя погубил, к сожалению. Он мог очень многое сделать, но ему было очень трудно, потому что он всё держал в себе. Человеку обязательно нужно выплёскиваться, нужно отдавать. Что-то такое. Но карьера и пьянство – всё-таки вещи несовместимые. Первый звонок прозвучал во время съёмок фильма «Земля Занникова». Даль должен был исполнить песню «Есть только миг». Вечный покой, сердце вряд ли обрадует. Но на запись в студию он пришёл, крепко выпив, и спел мимо нот. Он пришёл, просто петуха давал раз и раз, то нечлено раздельно, то что-то ещё. И пригласили Ануфриева, который замечательно спел, песня вошла в фильм. «Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь». Дальше Даль уже не контролировал себя. Мог устроить скандал в гостинице, в аэропорту. Буйным нравом и сильным пристрастием к спиртному отличалась и звезда советского кино Борис Андреев. Бать, чё, угадай, чё я хочу? Выпить ещё немножко пивка? Как-то он подрался с милиционером, который, увидев его на съёмках фильма «Илья Муромец», сказал, что актёр совсем не похож на богатыря. А ещё однажды, крепко приняв на грудь со своим другом Петром Олейниковым, он разбил витрину мебельного магазина и улёгся там спать. И не разбили витрину, а там роскошная спальня, в смысле кровать, и всё, и легли и спали, потому что была гурой, потому что они не были, понимаете, бандитами, они не были, они даже это легко заплатили за это. Сергей Шевкуненко, сыгравший честного пионера в фильме «Кортик», из-за своей дрочливости и пристрастия к алкоголю, испортил себе всю жизнь. В 18 лет он в пьяном угаре сильно избил случайного прохожего и попал в первый раз в тюрьму. После он ещё не раз сидел за кражи, хранение наркотиков и оружия. Бывший актёр закончил свою жизнь в 36 лет. Его убили другие бандиты. Это связано с гурнавишами, залезть в которые, в общем-то, как бы даже самые большие психологи иногда не могут. Потому что, ну, как там в семье профессоров вдруг рождается откровенный там рецидивист. Что такое тюрьма, не понаслышке знал и Сергей Захаров. Не может быть кого-то, кто-нибудь другой. Лучший баритон советской эстрады попал туда за драку с администратором мюзик-холла. Его держат два приятеля Серёжа. Серёжа бьёт его ногами в пах. Серёжа уехал с друзьями, а этого мальчика отвезло скорую помощь, и его прооперировали. Певцу дали год, и он отсидел от звонка до звонка. После освобождения Сергей Захаров продолжил выступать на сцене и больше не ввязывался ни в какие передряги. Поклонники поддерживали его, а коллеги искренне жалели, что с ним случилась такая беда. После разрушенного брака с Дорошиной все в театре жалели и Даля. Но ему от этого было только тяжелее. Его унизили. У всех на глазах. То совершенство, о котором он грезил, рухнуло. Брошенный муж. Какой позор. Единственный выход – доказать всем, что свести с ума любую женщину для него не проблема. И это было на самом деле так. Он всегда был интересен. Интересен внешне. У него была такая загадочная, как он любил писать, физиономия, да. Вот лицо у него было интересное. Фигура ладненькая. Он прекрасно двигался, танцевал. Очень скоро после развода с Дорошиной Олег Даль закрутил новый роман. С актрисой Татьяной Лавровой. Избранница снова была старше и фантастически популярна. Но всем своим ухажерам она предпочла Олега Даля. Конечно, Татьяна Лаврова, она незаурядная была и актриса, и незаурядная, как сказать, по характеру человека, выдающаяся. Но второй брак актера продлился тоже недолго. Позже Лаврова объясняла, они не сошлись характерами. Оба были слишком взрывными. Начались скандалы, ссоры. Возможно, так и было. Но актриса явно умалчивала о еще одной причине развода. Каждый день одна и та же картина. Даль на кухне, в полном одиночестве, а напротив – бутылка. Он стал заставлять выпивать и Таню. Ты должна составить мне компанию. Мне скучно одному. Татьяна никак не ожидала такой семейной жизни. Был нетрезвый период в жизни и другой советской звезды – Юрия Николаева. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня эта тема для него табу. Вспоминать прошлое телеведущий не хочет. А вот его жене, Элеоноре, забыть эти годы сложно. У нас борьба была с алкоголем. Моё дело было только помочь. Много людей было, которые кто-то спровоцировать хотел. То есть мы все понимали, что это сложная проблема. Было время, когда Юрий Николаев каждый день был под шофе. Он даже позволял себе в таком виде приходить на работу. А работал тогда Николаев в прямом эфире. Доброе утро, дорогие друзья. 2 июня 1978 года он появился на голубых экранах и начал читать программу передач заплетающимся языком. Мы всем коллективом писали письмо с просьбой, что мы его берем на поруки. Пожалуйста, не увольняйте нашего товарища. Позже Юрий Николаев завязал. Резко. В один момент. Он сделал это сам, без участия врачей. Но знающие пару Николаевых уверены. Без помощи жены Юрий Александрович вряд ли справился бы с пагубной страстью. Она, так сказать, железной рукой сумела вывести Юру из, в общем-то, довольно, ну, так сказать, стабильного скольжения вниз. Юрий и Элеонора Николаевы живут вместе уже больше 40 лет. А вот Татьяна Лаврова терпела запои Олега Даля меньше года. Она не стала бороться за семью и ушла от мужа. Олег Даль сыграл во многих прекрасных фильмах. Но от скольких, не менее прекрасных, он отказывался. Бравировал, рассказывал друзьям. У меня стопка сценариев лежит в туалете на полочке. Там им и место. Среди отвергнутых им предложений были «Ирония судьбы» или «С легким паром» Рязанова. «Беда» Осановой. «Безымянная звезда» Михаила Казакова. Даль объяснял. «Это не мое. Примитивно. Пошло». Но вся эта надменность, скорее всего, была защитной реакцией. Актер просто боялся, что из-за своей алкогольной зависимости не сможет сыграть на 100%. Он понимал, что реально болен. Когда я ему предлагал вечером после съемки, он отказывался. Говорит, нет, мне начинать, я как-то могу начать, а потом могу продолжить. Без разрешения. Да, вот так бывало, что начинал в одной компании, а продолжали в другом месте. «Полмира облетало. А что видел? Кухню да салон». Да ладно тебе, не переживай. Я тебе дома все на слайдах покажу. Весь мир. Апофеозом стало потерей им главной роли в фильме «Экипаж». Хотя его и утвердили. Через неделю после начала съемок Олег Даль зашел в кабинет директора картины. «Олег, ты чего?» – насторожился Борис Криштул. «Я не могу сниматься в фильме». Я говорю, «Олег, ты что? Такой режиссер. Такой сценарий. Ты сам говорил, пуля». «Да я и сейчас говорю, пуля. Но я болен». Даль протянул перед собой руки. «Сам посмотри». «Я не могу. Я вас подведу». Даля отпустили. В итоге бортмеханика Скворцова сыграл Леонид Филатов. И сыграл, надо сказать, блистательно. Из-за той же проблемы потерял знаковую роль и Георгий Юматов. Только актер не сам отказался от нее, а его уволили. Речь идет о фильме «Белое солнце пустыни». Именно Юматов должен был играть товарища Сухова. Но ночью, накануне первого съемочного дня, актер напился с какими-то приятелями, а потом с ними же и подрался. И Юматову просто набили морду. И он просто не мог сниматься, потому что все лицо было разбито. Времени ждать, когда заживут раны на лице Юматова, просто не было. Режиссер Владимир Мотыль уговорил прилететь на съемки своего друга Анатолия Кузнецова. И тот стал идеальным Суховым. Ведь ты один целого взвода стоишь. А то и роты. Восток, дело тонкое. Тот случай ничему не научил Юматова. До конца жизни алкоголь приносил актеру одни неприятности. И в итоге довел до тюрьмы. В 1994-м в пьяном угаре Юматов застрелил дворника. Он мог схлопотать до 10 лет тюрьмы. Но отсидел всего два месяца. Попал под амнистию. Через три года актер умер от разрыва брюшной аорты. Последние годы Олега Даля держала на плаву, да и в самой жизни, третья жена. Елизавета Апраксина. Они познакомились во время работы над фильмом «Король лир». Елизавета Алексеевна работала там в качестве монтажера. И однажды она увидела его, как он пришел посмотреть уже отснятый материал. И она еще рассказывала, что ей запали в душу его синие глаза, которые казались просто огромными. Олег Даль поразил ее своей беззащитностью. Лизе почему-то постоянно было его жалко. Однажды, во время выездной экспедиции, Даль с другими актерами, выпив, устроил в коридоре гостиницы игры в войнушку. Выйдя из своего номера, девушка пыталась усмирить дебоширов. Но куда там? А наутро... Она нашла Олега Ивановича, который спал под фикусом. Она сказала, что я попыталась его поднять, но это было невозможно, потому что он был очень высокого роста. В результате они упали вместе под этот фикус. Вот после чего все-таки она его растормошила, довела его до номера. Потом через какое-то время просто стали общаться. Он стал бывать у нее дома, познакомился с ее мамой. И через какое-то время сделал ей предложение. Они поженились. Лиза взяла на себя все заботы об Олеге. Ездила с ним на съемки. У нее всегда были с собой приготовленные для мужа бутерброды и термос с чаем. А главное, она искренне восхищалась мужем. Всегда говорила, что он талант. Этого так не хватало Далю, который постоянно был недоволен собой. Все строилось вокруг его жизни. И, конечно, он очень быстро понял, что именно такая жена ему нужна. Ни Нина Дорошина, ни Татьяна Ваврова не могли бы заниматься им, потому что они были актрисой и занимались собой. А тут все было вокруг его жизни. Когда Даль в первый раз после свадьбы ушел в запой, это стало для Лизы шоком. Он просто вышел из дома за сигаретами, а вернулся через три дня. Проблем в семье добавляло и то, что у супругов не было детей. Олег даже обращался к Павлу Глобе. Спрашивал, что там говорят звезды на эту тему. Говорят, а вот как дети будут у меня или нет? Я просто говорю, что, вы знаете, вот в вашей карте рождения, в этом гороскопе, я этого не вижу. Может быть, кто-то и знает, но я пока себя профессионалом не чувствую, просто я этого не вижу. Это очень жаль, это его неприятно поразило. Даль злился. Он обвинял во всем жену, ведь она в юности сделала аборт. Но на самом деле ему просто было страшно признаться самому себе, что, скорее всего, проблема в нем. Он страдал. Я не до мужчины. Все эти переживания Даль вновь заливал алкоголем. Все больше и больше. Но, несмотря ни на что, Лиза верила, что сможет ему помочь. Удержать, вылечить. Жить с пьющим человеком очень непросто. Но есть немало женщин, которые не только не бросили таких мужей, но и помогли им избавиться от зависимости. Федор Добронравов признается. Если бы не жена, его жизнь сложилась бы совсем иначе. В свое время актер сильно закладывал за воротник. В первую очередь из-за невостребованности в профессии. Если бы жена его тогда выгнала, неизвестно, что дальше случилось бы с Федором. Но Ирина поддерживала мужа и со временем Добронравов завязал. А сегодня он один из самых популярных актеров. Недостатки есть. Но в целом женщина положительная. У нас меняет так сильно мужиков. Вот такая любовь. Я бы уже, наверное, под забором где-нибудь валялся бы. Ну, правда, ну, как бы ничего не предвещало, что я стану артистом. Попалась женщина, которая как-то так все знает куда, чего. Не то, что там давит. Нет, вовремя. Там раз, оп, оп, туда, туда, советом, или еще что-нибудь. И это замечательно. Михаил Боярский тоже был известным любителем горячительного. В какой-то момент это настолько надоело его супруге, Ларисе Лупиан, что она решила подать на развод. Но в это время у Боярского случился серьезный приступ панкреатита. Ларисе стало не до личных обид. Надо было бороться за жизнь мужа. Приступы панкреатита, которые без больницы невозможно было купировать. Стало вопросом операции. Так было страшно, ужасно. После операции врачи запретили Боярскому пить. Это в итоге и спасло не только жизнь актера, но и его брак. Она, слава богу, вытерпела все это. Вот и я стал в стоило. Жена помогла бросить пить и Валерию Гаркалину. Просто в один момент, когда актер вновь заявился домой нетрезвым, поставила ему ультиматум. Или водка, или семья. Валерий пытался отшутиться. Но когда посмотрел в глаза жены, то понял – она не шутит. Валерий Гаркалин сам нашел врача и закодировался. Ее взгляд был достаточно. Было достаточно ей взглянуть на меня. И я был сломан. А вот спасти Олега Даля не удалось. Даже любящей жене. Тяга к совершенству у Даля переросла в настоящую манию. Он хотел показать всему миру, какой он гениальный актер. Вот глаза у него были потрясающие совершенно. Это просто для оператора, это что-то необыкновенное. Можно было просто снимать его глаза, и можно было ничего не говорить. Потому что он говорил глазами, всей своей пластикой. Олег Даль смог добиться совершенства, к которому стремился всю жизнь, всего за два года до смерти. Он получил роль, о которой давно мечтал. В фильме «Отпуск в сентябре» Даль сыграл без преувеличения гениально. Потому что это был его герой. Метущийся, неуверенный в себе, жаждущий любви и глубоко одинокий. Этому персонажу Зилову недостаточно всего, что он имеет. Нужна еще какая-то утиная охота. Зачем это ему? И вот это сильно совпадает с данностью самого Олега Ивановича. Ему было недостаточно. В картине была сцена, когда герой Даля хотел покончить с собой. Потому что не видел больше смысла жить в этом несовершенном мире. Медленно ходит, к окошку подойдет. Потом думается, ружье в руках, как встать спиной. К чему? К кошке? Да нет. Нет, к стенке. Потом это дуло, значит, прислоняет к груди. Потом как бы в рот, ко рту подносит. И сколько лет прошло. И я помню, потому что у меня было полное ощущение, что эта даль завершает свою жизнь. Настолько он был естественным и убедителен в этом страшном эпизоде. За роль Зилова Олег Даль получил гран-при на Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов. Правда, это случилось уже после его смерти, в 1987 году. При жизни актера картину положили на полку. Это просто убило Даля. Он окончательно разочаровался в профессии, которую когда-то боготворил. Все больше отстранялся от людей и все больше пил. Можно было ему пить? Ни в коем случае. Нельзя. Нельзя с самого начала пить. Почему? Да потому что... Потому что у него была больная сель. Третье марта 1981 года. На киностудии имени Довженко идут пробы к фильму «Яблоко на ладони». Режиссер Николай Рошеев ожидает к 9.00 Олега Даля. Но время идет, а актера все нет. Ассистент без конца набирает номер телефона Даля в гостинице. Но там никто не отвечает. Его нашли в номере. Актер лежал на полу и еле дышал. Увы, алкоголь сгубил многих прекрасных актеров. 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет скоропостижно скончался Василий Шукшин. Все произошло на съемках фильма «Они сражались за родину». Тело Шукшина обнаружили в каюте теплохода «Дунай», где жила съемочная группа. Официальная причина смерти – сердечная недостаточность. Шукшин, который много пил, я это знаю, я учился с ним в Афгике в одно и то же время, много пил, потом начал быть и режиссером, и актером, и писателем. В те времена алкоголь часто шел рука об руку с творчеством. Да, порой это помогало играть, сочинять, творить. Но огромная доза спиртного, например, говорят, что Высоцкий мог за день употребить 5 бутылок водки, конечно же, не могли пройти бесследно для здоровья. Истончались сосуды, изнашивалось сердце. То же случилось и с Шукшиным. Он почти не спал, работая над своими произведениями. Много курил, пил литрами то вино, то кофе. Поаккуратнее с этим делом. Я думаю, что, конечно, жить вот с таким напряжением, с такой самоотдачей, столько работать, столько сниматься, столько сгорать в самых разных замыслах, так из-за всего переживать, так за все болеть, так за все отзываться. Он прожил не одну, он прожил несколько жизней. Коллегу Далю, лежавшему в номере без сознания, вызвали врачей. Но они уже ничем не могли помочь. Актеру было всего 39 лет. Официальная причина смерти Олега Даля – острая сердечная недостаточность. На самом деле, как говорили его знакомые, он выпил на пару с однокурсником коньяк. И немало, хотя был в очередной раз зашит. Они с Димкой Мергородским в Киеве встретились. Они были друзьями, заканчивали вместе с Щепкинской училищей. И они выпили в домике, так сказать, хорошенечко, вспоминали молодость, все замечательно. Поехали в гостиницу около студии Довженко, там еще взяли, так сказать, бутылочку коньячка, все замечательно. И Димка пошел домой, а Олег поднялся к себе в номер с полбутылки этого коньяка. После смерти Даля Леонид Марков вспомнил. После завтрака, идя в свой номер, он встретил Даля в вестибюле. И на вопрос «ты куда?» тот бросил жуткую фразу. «Пойду к себе в номер умирать». Скорее всего, актер имел в виду душевную смерть, внутреннюю. Он больше не цеплялся за жизнь. Похоже, Даль уже давно похоронил сам себя. Его коллеги и родные говорят. В последние годы Олег часто говорил и думал о смерти. Но вот тема смерти, тема предчувствия того, что он рано уйдет, что до сорока он не доживет, это у него действительно постоянно была. Вот это у меня ощущение, что я в ней недолго осталась. Олег Даль имел все. Талант, обаяние, напор. Но вместо того, чтобы почивать на лаврах и жить с счастливой семьей, актер всю жизнь съедал себя сомнениями. Он стремился к идеалу, который сам себе придумал. И в итоге просто загнал себя. А алкоголь его добил. Но Олег Даль все-таки добился совершенства, оставив нам в память свои совершенные образы в кино, которые мы любим и помним.